Мабук.ру Как сделать кино Сайт для тех, кто хочет не только смотреть Всем привет, я Максим Бухтеев Когда я занимаюсь скрипт-докторингом, то есть редактирую чужие сценарии, либо продвигаю уже готовые фильмы, начинающие авторы меня часто спрашивают А вот есть ли какие-то простые приемы, которые позволяют сделать фильм или сценарий лучше? Вот было, стало, чтобы как в рекламе, до и после, почувствуйте разницу Такие приемы есть, их очень много Сегодня я расскажу об одном таком приеме Чистая практика, никакой скучной теории Этот прием называется действие Начинающие авторы неправильно его понимают, оттого их сценарии очень часто сильно страдают Им кажется, что действие это взрывы, перестрелки, погони, либо секс Да, конечно, это действие, но это не то действие, про которое я хочу рассказать Это действие поступки персонажей То есть все мысли, эмоции, идеи, как автора, так, соответственно, автор переносит их и вкладывает в уста персонажей Они должны быть подкреплены конкретными поступками, конкретными действиями Дело в том, что современный зритель живет в среде замусоренной очень информации Он знает, что слова в большинстве случаев это пустой треп, это реклама, пропаганда Просто люди на улице, которые стараются манипулировать друг другом И у человека стоит фильтр Он просто не воспринимает слова без конкретного подтверждения поступками И, соответственно, этот же прием он переносит к фильму Кстати, по жизни это тоже очень полезное правило Ориентируйтесь не на слова, а на поступки, на действия Так вот Слова всегда должны быть подкреплены к действиям Как говорил Аль Капона Добрым словом и пистолетом всегда можно добиться большего, чем просто добрым словом Пустые слова, точнее обычные просто слова без действия, это пустой треп Они никому не интересны Их надо из сценария любой ценой выбрасывать Либо подкреплять, визуализировать какими-то поступками Для демонстрации работы этого приема я выбрал два известных фильма Брат и Белое солнце пустыни А в них обоих этот прием применяется довольно часто И его очень хорошо видно Потому что в фильмах нет ничего лишнего Начнем с примеров слов героев, которые не подкреплены действием Тут такие фрагменты тоже есть, а потом мы сравним их с теми, где есть подкрепление Ведь ты один целого взвода стоишь, а то и роты Пока что это просто пустые слова Вот еще пример пустых слов Неважно, что в первом случае это правда, а во втором ложь Данила явно умалчивает о своем опыте В обоих фильмах без дальнейших событий в сюжете эти слова ничего не значат В штабе, говоришь, служил Писарем Сначала шишу Потом двое пропали А теперь крота завалил Запросто так Спасибо Не за что Поэтому, чтобы сюжет работал лучше Авторам надо следить, чтобы за словами героев было какое-то действие Неважно, врут они или говорят правду Скоро всей вашей Америки гердык Теперь перейдем к самым простым действиям Вот они Ну тут все очевидно И у начинающих авторов, как я и говорил ранее Творческая мысль ими и ограничивается А сейчас мы подошли к одному из секретов успеха обоих фильмов Это то самое действие, про которое, собственно, ролик Смотрите Отдай коня Сухов хочет помочь Саиду И он не только выкапывает его Но и дает ему продукты, оружие и лошадь Вот тебе сухови, пшена на дорогу Подзадержался я здесь полгода, как отслужил А все мотаясь по пескам этим Сколько лет дома не был Да дебель не отгулялся Смотрите, тот же прием применяется и в фильме «Брат» Отношения между персонажем и их мировоззрения Легко и быстро изображаются с помощью простейшего действия «Дай» Это понятное ребенку На вот, на пенки расходишь Передача денег — это вообще универсальное действие для любых жанров Конечно, ситуация может быть и более сложной Тогда можно применить и другое действие Опять же, одно дело вместо десятка слов Вот что, ребята Пулеметы я им не дам Персонажи могут чего-то не дать или сами отказаться от дара Вот тебе ствол с обоймой — это 1600 Сочтемся потом Да обойдусь Есть и другие действия Саид, чтобы вернуть долг Сухову, внезапно появляется, услышав выстрел Ты как здесь оказался? Стреляли? Даниле нравится музыка, и он настойчиво ищет диск в магазинах А у вас на утилусов крылья есть? Те че надо? Иди отсюда, то милицию позову Гюльчатай Гюльчатай выделяется из всего гарема тем, что она делает нечто необычное Все это можно было бы сказать словами И я читал, что в «Белом солнце пустыни» слов у героев сначала было гораздо больше Авторы их убрали и заменили на действия именно при редактуре Запомните, действия героев всегда работают лучше слов И где возможно лучше слова заменять Ты не слушаешь, что я тебе говорю, да? Нет, Ричард, не слушаю Потому что действия значат больше, чем слова А теперь можешь вернуться в номер и объяснить эти действия Ну чё молчишь? Язык берегу Посмотрите на следующие сцены Тут действия настолько красноречивые, что они говорят сами за себя И слова вообще не нужны Вот бандиты забирают оружие у Саида И мы понимаем, что теперь Саид пленник Вот Сухов надевает чистую рубаху Это древний воинский обычай перед битвой И мы понимаем, что он готовится к смертельной схватке, в которой он может умереть Все сказанное верно не только для боевиков Вот подборка действий из еще одного хорошего, доброго фильма «Реальная любовь» Это ты? Кто это? Скажи, что это ряженые Если я не залезу в воду, она решит, что я трус Черт, как холодно Еще стоит заметить, что любые действия — это самые яркие и запоминающиеся фрагменты каждого фильма Независимо от жанра Именно с их выбора начинают свою работу авторы трейлеров, рекламных роликов фильма Действие может вообще противоречить словам Тогда получается очень сильный драматургический прием — работа на контрасте Это называют контрапунктом Причем сильное действие может изменить весь смысл сцены Что бы там персонажи не говорили Взять вот этот эпизод Если выключить изображение, то можно подумать, что это мирная семейная сцена А я вообще-то режиссеров не очень люблю Нет, тут ничего, парень нормальный А тут действие задает контекст всему происходящему, радикально меняя смысл и переворачивая саму суть слов героев Слышь, а ты там Бутусов знаешь? Да? Я напомню, что всего несколько секунд назад герой участвовал в массовом убийстве Мне музыка их очень нравится А у них правда новый альбом вышел «Яблокитай»? Да? А у тебя есть? Слушай, будь другом, дай переписать, а? Он потерял зубы, стал безобидным котенком Мы говорим об одном и том же Дикки Джонсе? Он стар, а мы молоды, такова жизнь Слова тоже могут быть действием, в том случае, если приводят к каким-то последствиям В чем разница? Ну, скажем, одно дело оскорблять шефа у него за спиной Это пустые слова А совсем другое — дерзить ему в лицо Это уже действие, которое и отражается на всем сюжете фильма Вот сцена из фильма «Рыбаков» Как видим, шеф руками бандитов мстит своему подчиненному, который хотел подсидеть его Хватит Привет, мой мальчик С тобой говорит Дик Джонс Наверное, ты уже стоишь на коленях, умоляешь о пощаде А вот еще другая сцена, оттуда же Она короче и ярче, но принцип тот же Дик? Ты уволен Спасибо Как проверить, являются ли слова персонажей действием? Вот это как раз хороший способ Извольте немедленно прекратить грабеж Никаких женщин здесь нет, и мне о них ничего не известно Здесь должен быть подземный ход Я всегда советую авторам проверять, есть ли у слов персонажей какие-то последствия Если они есть, то это действие Если нет, значит это пустые слова От них лучше избавляться Такой прием, естественно, применяется и в других жанрах Я приехал с надеждой, что ты выйдешь за меня О боже, говори да, тощая дура Да, отвечаю я На действиях, которые несут в себе смысл и двигают весь сюжет вперед Можно, как из кубиков Лего, сделать свою отдельную маленькую историю И такой метод часто используют при создании трейлеров Я сам в свое время много с ним работал Вот один из моих творческих экспериментов с фильмом «Амели», получивший приз от российской гильдии режиссеров монтажа Взгляните, и тут он Все это очень странно И здесь Это похоже на некий ритуал Это как привет с того света И последний на сегодня Парадоксально, но действием может быть и отказ от него Ну, то есть персонаж осознанно отказывается что-то делать Открой ты личико Отставить Личико ты открой Тебя здесь пальцем никто не тронет, я тебе отвечаю Самое главное, что это бездействие должно как-то влиять на сюжет Ну, все на сегодня С вами был Максим Бухтеев Удачного творчества До встречи на amabook.ru